В четвертый раз под эгидой Совета Безопасности России прошла международная конференция по проблемам Арктики. Для Наринмара и всей арктической зоны встреча стала политическим событием года. На нее съехались представители почти всех стран, входящих в Арктический Совет. Во главе стала секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Некоторые иностранные гости отказались участвовать, сославшись на геополитическую обстановку. Предлагали даже перенести встречу до лучших времен. Однако российские власти решили, что встреча состоится при любой погоде. 5 августа в Ненецкий округ прибыли первые участники Арктического форума. В столицу региона съехались представители Совета Безопасности России, иностранные послы, журналисты, губернаторы северных субъектов. Всего около 200 человек. Одним из первых в Наринмар прилетел губернатор Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Кобылкин. Игорь Кошин в аэропорту его встретил лично. Затем совместно они дождались следующего борта, на котором прибыл секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и остальные гости. Перед тем, как садиться за круглый стол, участники Арктического форума осмотрели город. Гости возложили цветы Кобелиску Победы, памятнику участникам локальных войн и вооруженных конфликтов, а также памятнику оленно-транспортным эшелонам. После прогулки по Аллее Славы делегация отправилась в детский сад Семицвете, Арктический аварийно-спасательный центр, Ледовый дворец Труд, спорткомплекс Норд и наш знаменитый мясокомбинат. Прежде всего, я очень люблю звук Нарьянмар. И на самом деле, много лет тому назад я забыл фамилию певца, который озвучил песню «Нарьянмар мой, Нарьянмар». Я когда сюда ехал, я ехал с ощущением, что я очень давно знаю этот город. Я пока его еще не разглядел, не было времени, но он мне уже нравится. Ознакомившись с городом, делегаты отправились в тундру. Виртуально. Познакомил гостей с северным этносом художественный фильм «Белый ягель», показ которого состоялся в зале КДЦ. Печальная история юноши, полюбившего девушку Анико. Побывав однажды в городе, она больше не захотела вернуться обратно в тундру. Фильм «Белый ягель» – это отражение современной действительности, которую создатели хотели сохранить и передать максимально точно. Это мое было непременное условие, когда я договорился с Тумаевым, с Володей, с режиссером, что снимать только в тундре и только на ненецком языке. Тогда это имеет смысл. Смысл фильма прост, но не банален. Без продолжения рода на земле предков народ потеряет свою изюминку, а затем растворится в мире глобализации. Однако на деле все не так драматично. Дети возвращаются в родные края, оставив комфортную жизнь города. Систематическая поддержка оленеводов и чумработниц дает свои плоды. Показателен в этом плане опыт Ямала, где коренное население прирастает и кочевники вовсе не рвутся из тундры в города. Мы стараемся, конечно, уйти от простых денежных датаций. Мы больше, наверное, создаем человеку удочку, создаем рабочие места. И этим самым, наверное, максимально... Ну, у нас не только, наверное, среди коренного населения. Статистика такая на сегодня. На одного безработного 20 вакансий. Кульминацией экскурсионной программы стала экскурсия на Варандейский терминал и платформа Приразломная. Там прошли самые массовые за последние несколько лет совместные учения в Арктике. Причем использовали все средства – корабли, вертолеты, самолеты и другую спасательную технику. Операция разворачивалась как в море, так и на берегу. Первый пункт в маршрутном листе экскурсантов – Варандейский нефтяной отгрузочный терминал. В его прибрежной зоне располагается межпромысловый нефтепровод протяженностью 158 километров, насосная станция, вахтовый поселок и другие инфраструктурные объекты. Делегация посетила диспетчерскую, энергоцентр и резервуарный парк нефтяного комплекса. Перед вылетом на следующий объект – морскую рядостойкую нефтедобывающую платформу Приразломная, обязательный инструктаж и экипировка – гидрокостюм. ФСБ, МЧС, Минобороны и Минтранспорта, Росавиация, компании «Газпром», «Лукойл» и «Совкомфлот» – 7 единиц воздушного транспорта, 9 кораблей и катеров, около 500 человек личного состава. Для спасателей – отработка навыков, для зрителей – картинка, которую в боевиках не увидишь. Сообща, отработали поиск и спасение людей, терпящих бедствия в море, оказание помощи аварийному судну и ликвидацию разлива нефти в результате аварии танкера. Платформа Приразломная – единственный в России проект по освоению углеводородных ресурсов шельфа Арктики. Первая партия нефти, добытая на Приразломной, была отгружена на танкер в апреле этого года. А в мае Неницкий округ вошел в состав арктической зоны России. «Вы знаете, самое важное, наш регион – часть нашей огромной страны и часть государственной политики и посвоения Арктики. Мы приложим все усилия для того, чтобы сделать наш регион не просто арктическим по названию, а арктическим по сути. Для этого мы сегодня рассматриваем несколько таких основных проектов, направленных в первую же очередь на инфраструктурное развитие. У нас очень хорошее местоположение, у нас очень хорошая география, у нас очень хорошие возможности. Мы просто обязаны это использовать». После такой программы участникам было что обсудить на конференции. Увидев своими глазами и потрогав своими руками арктический шельф, эксперты восприняли север немного иначе – через призму нового, уникального опыта. Самые ответственные встречи прошли во второй день. Его полностью посвятили обсуждению накипевших арктических проблем. Говорили о глобализации в Арктике, разработке шельфа и экологических рисках, связанных с этим. Глава Совбеза Николай Патрушев отметил необычный состав участников. Вместо пропустивших встречу Соединенных Штатов в Наринмар прилетели делегации сразу четырех стран, которые в Арктическом Совете носят статус наблюдателей. Это особенность четыре страны. Еще это Китай, Индия, Корея и Сингапур приняли участие. И, на мой взгляд, это очень правильно, потому что те доклады и выступления, которые они сделали, представляли серьезный интерес. Одним из самых интересных наблюдателей сочли доклад чрезвычайного и полномочного посла Сингапура – госпожи Ксенг Хуали. Республика претендует на звание финансовой и интеллектуальной столицы Юго-Восточной Азии. В городе-государстве – высокоразведбанковский сектор, образование, инфраструктура связи. Кроме того, Сингапур – один из крупнейших мировых портов, что само по себе подразумевает активность судостроительной и судоремонтной индустрии. И речь не только о грузовых судах. Арктические корабли на экваторе строить тоже умеют. К примеру, многофункциональный ледокол «Варандей» собран на сингапурских верфях. Мы можем предоставить технологии для освоения Арктики. Сингапур – самый технологически продвинутый регион в Юго-Восточной Азии в части судостроения и судоремонта, постройки специализированных судов и корабельного оборудования. Когда говорят о шельфовых ресурсах, неизбежно затрагивают тему экологии в Арктике. Советское наследие в виде испорченной, а местами уничтоженной природы тундры – в далеком прошлом. Для нашей страны шельф и экология связаны неразрывно. «Ресурсы Арктики – это моральная дилемма. Мой вопрос – какой может быть полная цена, которую придется заплатить за освоение Арктики в региональном масштабе и в глобальном?» Ответ на этот вопрос хорошо знают нефтяники. Они вкладывают огромные средства в проекты по изучению и охране биологического разнообразия в высоких широтах. «Газпром» и «Роснефть» неоднократно заявляли о готовности считаться с экологическими рисками, даже если это существенно повысит стоимость буровых и геолого-разведочных работ. Своего рода психологический итог встречи подвел Игорь Кошин. Он поделился с журналистами мыслями, которые пришли в голову во время визита на «Приразломную». «Мы очень многое можем, но в последнее время почему-то стесняемся этого. Не надо бояться амбициозных проектов, проектов, нацеленных, прежде всего, на развитие нашей страны». Итог форума. Арктика будет освоена международными усилиями. Лучшие специалисты. Инновационные технологии на фоне бережного отношения к арктическим ресурсам. Все это дело даже не завтрашнего дня, а уже сегодняшнего.